К новостям в мире. США решили не присоединяться к антибелорусским санкциям, которые вводят Великобритания и Канада. В Белом доме хотят, чтобы их сначала одобрили страны Евросоюза, сообщает Рейтер. Но на этом история с санкциями против Минска не кончается. Что готовят со своей стороны Соединенные Штаты, об этом и не только, расскажет мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, так все-таки будут ли США что-то предпринимать по отношению к ситуации в Беларуси? Добрый день, Мариан. Пока официально Вашингтон ни о чем не сообщал. Но журналисты Рейтер со ссылкой на свои источники пишут, что американский пакет мер против белорусских чиновников уже готов. Напомнил, что в Великобритании и Канаде уже ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына, и еще шести высокопоставленных чиновников Белоруссии. Им запретили въезд, а активы белорусского лидера заморожены. О сроках же введения американских санкций против Минска пока неизвестно. Тем временем, жители США весьма остро отреагировали на минувшие предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Как пишет газета The Guardian, запросы, как переехать в Канаду, как получить гражданство в Канаде, стали самыми популярными в поисковике Google. Больше от остальных этой информацией интересовались жители штатов Массачусетс, Мичиган и Вашингтон. Они начали поиски ответов на вопросы уже во время эфира телевизионных дебатов. Издание отмечает, что такой запрос пользуется популярностью не впервые. В последний раз миграционные настроения в онлайн-формате проявлялись в 2016 году. Именно тогда, когда Трамп баллотировался впервые. Американские спецслужбы планировали отравить или похитить основателя Викиликс Джулиана Асанджо, пишет The Guardian. О деталях операции рассказал бывший сотрудник частного охранного предприятия, вместе с которым разведка США обсуждала способы избавиться от журналиста. По его словам, в 2017 году отравление либо похищение планировалось совершить в посольстве Кэквадора в Лондоне. Сейчас мужчина проходит свидетелем по делу об экстрадиции Асанджо. Американский Миньюст выдвинуло против журналиста 18 обвинений. В случае экстрадиции в США, о чем сейчас идут судебные заседания, основателю Викиликс грозит до 175 лет тюрьмы. Мариан, конечно же, эта информация об отравлении Асанджо на фоне недавнего отравления Навального, сильно привлекает к себе внимание.